Ребята, всем привет! Сегодня хочу рассказать по поводу штрафов за пьяное вождение, которые планируются в 2021 году. В сети и в мессенджерах распространяется много различной информации, якобы с 2021 года существенно ужесточат наказание за вождение в пьяном виде. Откуда пошла вообще эта информация? Во-первых, в начале 2020 года был впервые опубликован проект нового коапа, который должен был вступить в силу с 1 января 2021 года. Так вот, в этом документе, вернее, в проекте этого документа содержалась информация по поводу ужесточения наказания за отказ от метаосвидетельствования. То есть на данный момент у нас наказание за вождение в пьяном виде, либо за отказ от метаосвидетельствования одинаковое. Это штраф 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет. А в новой редакции коапа предлагалось штраф за отказ от освидетельствования повысить до 40 тысяч рублей, а срок лишения увеличить до трех лет максимум. Однако эта первая версия проекта была отклонена, потому что в ней содержалось слишком много повышений штрафов, в связи с чем от нее отказались. И летом 2020 года появилась последняя версия, на сегодняшний день пока, насколько я знаю, более актуальной версии нету. Появилась вторая версия проекта, новый коап. В ней, получается, штраф за пьяное вождение, за отказ от освидетельствования, а также за передачу управления автомобилем лицу в состоянии опьянения остался таким же, как и сейчас. То есть 30 тысяч рублей, либо лишение прав на срок от полутора до двух лет. Однако там появилось новшество в этой новой редакции. Появилась новая статья, которая вносит наказание за пьяное вождение, либо за отказ от мета-освидетельствования, если водитель находится в автомобиле, в салоне которого находится ребенок до 16 лет. То есть появилась статья, которая вводит более грубое нарушение. То есть если пьяный водитель находится в машине с ребенком, то штраф за это нарушение предложено было в новой редакции повысить до 50 тысяч рублей. То есть не 30 уже, а 50 тысяч рублей. А срок лишения прав увеличить до трех лет. Однако, как известно, работа над проектом нового коапа до сих пор не завершена. То есть документ официально не подписан, не утвержден и не вступил в законную силу. То есть, как я уже говорил, предполагалось его вступление в силу с 1 января следующего года. Однако до конца 2020 года у нас остался всего месяц. Документ до сих пор не принят, поэтому уже можно забыть про 1 января. То есть в лучшем случае этот документ, даже если в таком виде будет принят и утвержден, вступит в силу либо в середине 2021 года, либо в конце 2021 года. Поэтому пока что в начале 2021 года штраф за пьяное вождение останется в таком же виде, как и был. То есть 30 тысяч, либо лишение прав от полутора до двух лет. В случае, если этот проект коапа будет принят, то, как я уже говорил, за вождение в пьяном виде с ребенком в салоне штраф может вырасти до 50 тысяч, а лишение прав до трех лет. Однако, если же эта редакция коап еще будет редактироваться дополнительно, то есть вноситься правки будут, возможно, что и эта статья еще, может быть, поменяется, либо от нее вообще могут отказаться. Поэтому будем следить за новостями, и если что, я расскажу более подробно. Все, всем спасибо.